Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Мы только что обсуждали вне эфира, что это одна из наших самых любимых композиций. Моя любимая. Да, Рома у нас вообще по позитиву. Спасибо. Песни, которые вдохновляют. Ну, я не знаю, есть какая-то в этой песне кочевая магия такая, которая, по крайней мере, мне очень, ну правда, вот мне она очень нравится. Вдохновляет. Как вы? Расскажите, какие новости? Лето началось. Ребят, что у вас летнего? Лето началось, минус скоро на дворе. Что, как дела? Нормально, лето, дождь. Нет, все хорошо у нас. Работаем, поем, пишем. Где, когда работы, рассказывайте, потому что поклонники смотрят, слушают. Рвут на части уже наши соцсети, спрашивают, ребята, как мы рады, что пришли. На самом деле, мы полный концертный график наш не помним, но точно знаем, что 16 июня у нас большой концерт в Питере, в А2, поэтому Питер, кто слышит, приходите. Так, 102 FM делаем погромче. Также знаем, что будем летом на югах в Геленджике, в Анапе. О, класс, вот там-то лето настоящее, жаркое. 30 июня в Геленджике, 7 июля в Анапе. И всех ждем. Так, в принципе, везде по чуть-чуть. Ну, заходите в наши соцсети, следите за концертом. Ну, те же примерно 200 концертов в год продолжаются, да. Через день. Продолжаются, да, но мы уже более тщательно отбираем. Чтобы хотя бы 180, да. Да, да. Потому что нужно иногда разгружать, чтобы у вас было время на другие дела. Вот. Что касается других дел. Значит, видео, наверное, да, что-то будет сниматься. Все-таки лето, такой сезон грешно упускать. Все эти солнечные деньки, когда, чего, на какую песню? Тема Колеси. Во-первых, да, мы сейчас занимаемся написанием и записью нового альбома. И уже когда что-нибудь запишем, такое, что... А когда что-нибудь будет вам нравиться, тогда мы снимем на это обязательно клип. Когда будет альбом готов? Не знаю, сложно сказать, но... Пока в процессе. Да, в процессе. Так, ориентировочно, планируем на осень уже что-то представить. Ну, в ноябре, наверное, да? Да, так, чтобы уж наверняка... Ну, я думаю, пораньше. Пораньше, отлично. Ты сказал, все, продюсер, руководитель проекта. Вот так и получится. Это всегда ты планируешь, а потом всегда все сдвигается. Да, заранее лучше не планируешь. Что сейчас вообще вдохновлять? Пишите альбом, чем заряжаетесь, на кого, может быть, ориентируетесь в хорошем смысле? Не только там певцов. Ну, вот откуда черпать вот это вот все, чтобы что-то новое создавать? Каждый может ответить. Да, а что я? А что я? Откуда я могу черпать? Моих песен в альбоме не будет. Я в этом году не плодотворна, и в прошлом тоже. Вот. Я, на самом деле, знаете, как-то с годами, вот на этот третий у нас альбом, четвертый будет, по-моему, да? Ну да. У кого, если не у вас, спросить. Вот, я, знаете, научилась слушать себя, вот это мне очень нравится, что мы сейчас пишем новый альбом, и там будут очень интересные композиции такие, там, как обычно, будет очень классно, интересно раскрываться мой тембр, вот, и я же говорю, мне вот именно нравится, что я себя там слышу, я могу этим управлять, что интересное такое звучание будет, вот это классно. А по поводу новинок в альбоме, это только к Артику. Аня у нас все равно главная исполнительница, и мы чувствуем, чувствуем это настроение, это ведь важно, это важно для певца. Вы знаете, я чувствую, что сейчас необходимо от разговоров перейти к музыке ненадолго, после чего вернемся. Друзья, Артика и Асти в гостях у Страны ФМ, не переключайтесь. Друзья, мы продолжаем общаться, Артика и Асти в гостях у телерадиоканала Страны ФМ, ребята вынурнули из смартфонов и снова смотрят в камеры. Скажите, вот сейчас я смотрю ваши соцсети, активно вы их ведете достаточно, это, ну, как бы по долгу службы, службы или, в принципе, нравится это делать, ну, понимаете, что люди публичные? Мне не нравится, я активно и не веду, я не считаю себя активным пользователем соцсетей, но это, в принципе, и заметно. Аня, наоборот. Ну, я так, я стараюсь, потому что у меня вроде бы получается. Ну, получается. Конечно же, ну, это нам нужно, это, ну, правильно, если ты публичная личность, ты должен всегда показывать, рассказывать. И то, как бы, я еще не профи в этом, но я стараюсь научиться как-то понять, как это делать. Ну, потому что, чем больше ты мелькаешь у людей перед глазами, так сказать, да, тем больше тебе уделяют внимание, да, тем больше ты запоминаешься, за тобой там фолловят, следят, смотрят, слушают, покупают альбомы, ходят на концерты, это круто. А в общем, шоу-бизнес, Анечка, да? Ну, конечно, это бизнес, детка. Я смотрю, Аня тут уже просит советы всякие, я порекомендую того, сего специалиста, рекомендации, советы. У меня же еще параллельно бизнес, поэтому надо все это объединять. Салон красоты, линии одежды, рассказывай, как вот с этим у тебя, что сейчас, когда показы, когда в Милан едешь, что там, поэтому... Сейчас, кстати, неделя моды будет. Я не настолько великий дизайнер, я себя таким не считаю, вот, но попыталась создать что-то, что мне нравится, то, что я не могу найти в магазинах, купить, то, что может понравиться другим. Это так, знаете, на вкус и цвет все фломастеры разные, я думаю, что кому-то понравится, вот, и будет интересным то, что я делаю. Это сложно со временем, очень сложно, потому что в каждом бизнесе ты должен непосредственно постоянно находиться, ну, в нем там рядом присутствовать, да, особенно, когда это салон красоты. Вот, я прихожу там, вношу какую-то свою энергетику, да, как бы там, создала волшебство энергетическое у нас там, я не знаю, все вдохновились, радуются, я уехала на неделю, через неделю все поникли, ну, вот так вот. Опять нужен вброс положительной энергии. Ну да, конечно, вот, в любом случае нужно присутствовать, чем чаще, тем лучше, но я стараюсь, я пытаюсь разорваться. На бизнес-тренинги ходишь? Я очень много читаю, очень много читаю, бизнес-тренингов еще не посещала, но есть один такой там, одна секта, так сказать, в который я очень хочу, ну, это в кавычках, конечно же, в который очень хочу попасть, но там тоже нужно уделять время, там собираются все бизнес-вумен, вот, они общаются между собой, там делятся идеями, там всякие проходят... Ну, это клуб, скорее всего. Да, да. Правильное окружение такое. Ну да, ну вы меня, наверное, поняли про себя говорю. Конечно, конечно. Вот, в общем, да, такая крутая штука, у меня еще девочка знакомая как раз туда ходит. Согрет это вообще. Я хочу попробовать, мало ли, я стану великим еще бизнесменом. Анечка, где у тебя все это расположено? Здесь, в Москве? В Москве, в Москве, метро Бауманское. Если вы хотите прийти ко мне в гости, то это улица Нижняя Красносельская, 35, 3,50. Хорошо, спасибо, будем иметь в виду, скидка у нас, скорее всего, уже будет. Конечно, конечно. Лично, друзья. В нашей аудитории, да. Ну, хорошо, молодец. Мне вот нравится, когда... Как сотрудница не отвлекается на другую работу, хватает в коллективе? Скажи нам. Да, пока нормально, пока справляемся. А то, чем я так слушал. Смотрите, между прочим, ведь большой у вас коллектив. Тем, расскажи, ведь вас же не двое, вас гораздо больше. Да. Кто эти люди? Сколько их? Да, расскажи. Нет, на самом деле, людей за кадром очень много. Есть люди на сцене, есть люди за сценой. Их намного больше, чем двое. Да, это где-то наш коллектив около 15 человек. Ребятам большущий привет. Они смотрят, слушают Страну ФМ, конечно, сейчас. Конечно же. Если у вас есть вопросы для наших гостей, для Артика, для Асти, ВКонтакте, Страна ФМ, можно вопрос оставить, и мы ребятам непременно его зададим в эфире. Мне кажется, девчонки по салону красоты будут писать. Ну, все уже сказали, понимаешь, у нас будет запись в эфире. Сейчас будут подробности, будут все узнавать. Друзья, еще 909-9281-89, 9, WhatsApp, Viber, SMS, группа ВКонтакте, Страна ФМ, пост закреплен, пишите. Пока вы пошли смотреть про салон красоты, мы сделаем небольшую паузу, тоже зайдем, ну и после этого вернемся. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Артика и Асти в гостях у нас. Программа «Лучшие в стране» продолжается. Только что мы посмотрели совместную работу с группой Марсель. Да, вспомнили. Еще раз посвятились. Вот я, кстати, наверное, вот эту песню больше всего люблю. Очень классно. Мне очень нравится, да. То есть недели мы уже отошли на второе. Вот это Ромина, в первую очередь, это Рома. Мне тоже нравится, а это прям вот классно, очень дорого. То есть мне нравятся, конечно, съемки у вас прикольные. Снимали целый вагон электрички, видимо. Как это вообще происходит? То есть если приходишь... Вы попросили один вагон или как? Как это было? Я не знаю, это же организаторы съемок, режиссерская группа, они всем этим занимались. Но я знаю, что там были сложности, так как это объект, как-то называется... Ну, государственный. Ну, особо охраняемый какой-нибудь, да. Стратегический объект, и было там сложно получить разрешение, но как-то не это решение. Ну да, даже съемки в метро, они же запрещены, в принципе, если ты на свою камеру что-то снимаешь, могут тебя остановить. Режимный объект, скажут нам знающие люди. Да, точно. Что, какие сюжеты клипов ваши, может быть, мы еще в скором времени увидим? Поезда, самолеты, теплоходы, подводные лодки, что будет? Да, мы знаем, мы же даже пока еще не планируем. Не планируем. Нет песни даже, а ты уже сюжет спрашиваешь. Слушайте, а вот сейчас в планах еще есть какие-нибудь совместные работы с какими-нибудь артистами? Может быть, есть какие-то переговоры ведутся? Да, может быть, какие-то желания есть сейчас? Нет переговоров никаких и ничего такого нет. Нет, желания, возможно, есть, но это все обычно так надружно. В мужской волне, спонтанно, если вот там где-то с кем-то так получится, то мы с удовольствием там с кем-то сделаем. Так, сконнектируемся. Мы желаем вам в кино сняться, потому что знаем, что есть такая вот тоже мечта. И ты хочешь, да? Все хотят в кино сняться. Все хотят в кино, грамотному такому режиссеру. Я уже даже подумал, что... Пора самому снимать. Да, меня не зовут в кино, буду сам, наверное, снимать сам фильм и сам в нем снимусь. Снимать, все нормально. Везет тому, кто везет. Слушай, ты там имеешь в виду? Нет, я на главную роль, конечно же, не претендую. Если снимать фильм, это нужно делать, чтобы он с целью, чтобы он был коммерчески успешным. Для этого нужны более профессиональные актеры, конечно же. Ну, с другой стороны, ты можешь, как Эльдар Рязанов, понимаешь, небольшую роль. Да, небольшую. Для души. Либо как Халков, быть императором чуть-чуть, но зато... Хочу вас спросить по поводу кинематографа, раз мы заговорили. Какие фильмы вам нравятся? Что это серьезное, драма, комедия? Расскажите вот об этих... Мне нравятся боевики, фантастика. Что ты посмотрел вот в последнее время и скажешь... Вау! Вау эффект, что произвело? Десять баллов. Я не знаю насчет последнего времени, но такие вот фильмы, которые сразу приходят на ум. Мне вот Интерстеллар понравился, потом Начало. О, это вообще уже такие культовые. Да, вот такие вот мне нравятся. И вот сейчас Анечкин... Аня, про любовь что-нибудь скажет. На самом деле, я очень люблю фильмы про войну, мне очень нравятся. Мне нравятся драмы. Я очень люблю фильмы, которые... Нет, ну я бы и в советском, конечно же, снялась, если бы меня пригласили. А, ты сейчас с этой точки зрения поняты. Нет, мне нравятся фильмы, в которых ты задумываешься о чем-то, да? Вот, которые заставляют тебя подумать. Либо там прослезиться и тоже подумать. Мне очень нравится фильм «Список Шиндлера», например. Он у меня на первом месте. Я пыталась вспомнить еще один. Вот я люблю тяжелые фильмы, которые... Ты потом ходишь, еще полдня думаешь или полночи думаешь о том, вот как. Что-то все было, засыпаешься этой мыслью. Чтобы оставался какой-то осадок. Чтобы не просто посмотрел, пью, и забыл вот так вот. Вот. Быстро не вспомню, потому что память у меня плохая. Но вот это один из самых лучших фильмов, которые, в принципе, я в жизни видела. Вот. Ну и все остальные. Я очень люблю фильм «Дневник памяти». Ой, ну да. Это мой самый... И «Один день». Вот что-то такое, чтобы, знаете, чтобы... Чтобы понять, что жизнь, она одна, да, и вот такая, она единственная. Как мне показалось, Анечка, все эти фильмы прокачивают твою эмоциональность. Да. Эмоциональный интеллект. Да. Которая потом выплескивается на сцене, за что тебе громаднейшее спасибо. Артик и Асти в гостях у «Страны.ФМ». Друзья, пишите вопросы в контакте «Страны.ФМ». Дорогие друзья, мы продолжаем. Рован Шахов и Лиза Калинина в студии. С радостью представляю, кто к нам только присоединился наших гостей. Артик и Асти у нас сегодня в студии. И, ребята, к вам, как я и обещала, уже обращается наша аудитория, задает вопросы. Друзья, группа ВКонтакте «Страна.ФМ». WhatsApp Viber 909-928-1-89-9. Тут серия вопросов про ваше название. Наверное, сто раз уже отвечали. Можно прокомментировать одной фразой? Почему так называется дуэт? Ну, потому что... Просто так. Потому что закатили. Потому что, да. Потому что так вот решили, просто так. Поняли? Все. И второй вопрос, тоже их несколько. Впереди чемпионат мира по футболу стартует в России. Как-то будете ли принимать участие? Следите ли за футболом? Являетесь ли болельщиками? Баспорт болельщиками. Мы не фанаты футбольные. Мы будем принимать участие в концертных программах в рамках этого чемпионата в Сочи и в Нижнем Новгороде. Класс. Так что ищите, ищите. Помимо того, что в июне проходит чемпионат мира по футболу, есть еще одно важное событие, мимо которого мы не можем пройти. У Анечки день рождения. Да. Да. Сейчас вам приятно. В этом весь Рома, ты понимаешь? Служба информации страны ФМ ничего же не путает, правильно? Очень приятно. Расскажи, как все это проходит. Не сегодня хоть. Даша, что вообще? Как подготовка? Где это? На каком-то острове отдельном? Слушайте, я сейчас как раз думаю, как отпраздновать день рождения. Ну осталось-то всего ничего. Я как раз попросила, чтобы у нас были выходные, чтобы у нас не было ни съемок, ни концертов, потому что несколько лет подряд мы как раз в мой день рождения либо летаем куда-то выступать, либо у нас какие-то мероприятия, там шесть мероприятий в день, то что-то такое. Ну а зачем? Не просто все. Ну у нас давно нет праздников, это на самом деле нормально, как бы, да. Сейчас мы уже, конечно, стали постарше, посерьезнее, артисты, можем себе иногда позволить что-то отпраздновать. Хотя бы день рождения. Отдохнуть. Да. Я обычно уезжаю с командой, с друзьями, с близкими, со своими загород. Я очень люблю такой загородный отдых. Мы как раз вот кайфуем, отдыхаем, дышим свежим воздухом, потому что заведений нам в жизни хватает. Но в этом году я вот подумываю, что я хочу какое-то такое мероприятие в заведении масштабненько сделать. Хочу даже позвать каких-нибудь артистов, чтобы для нас повыступали, а не мы повыступали. Вот, что-нибудь такое. Но я пока разрываюсь. Светское мероприятие. Ты скажи, будет ли перекрываться Тверская 24 июня, просто чтобы больше... Нет, не будет. Смотри, сейчас скажем, и люди-то поверят еще. Все будет скромно. Ну, мы надеемся, очень надеемся, что все это или часть будет отражена в Инстаграме, да? Ну, конечно. Спасибо. Конечно, понятно. Это работает. Так, тут еще вопросы к вам приходят. Когда выйдет клип на песню «Ангел»? Надеемся, что скоро. Да, уже, на самом деле, там последние какие-то штрихи. Надеемся, да, что скоро. Ждем, сами ждем. Сами ждем. Очень красивый клип, да. Да? Ну, можете что-то рассказать? Я там как раз немножечко себя попробовала в Амплуа-актрис. Ох, ну, с чего-то ж... Ну, знакомые говорят, что поверили. Это хорошо. Это классно. Скажи, это органика природная или какой-то преподаватель у тебя был по... Это природная получилась. Преподаватель жизни. Я очень волновалась, что я, знаете... Очень неприятно, когда ты сама видишь, ну, что тебе хочется, да, и тебе это нравится, а потом смотришь и понимаешь, что как бы в этой сфере ты бездарь. Вот. Но у меня получилось. Вот я еще спрашивала у знакомых, у тех, которые честно могут ответить. Сказали, что... Не вот это вот все, да? Ты прекрасна. Ну, вроде бы поверили. Вот. Я надеюсь, что зрителю тоже очень понравится, потому что я действительно очень старалась, и мы не спали практически, вообще состояние было такое странное, но это прям красивая такая история, будет душевная. Ну, примерно, да, ты... Можем сказать, когда? Ну, хотя бы. Мы сами ждем, мы не знаем. Пока не знаем. Ну, так что... Вопрос пришел от Артема Ка. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве Артика с Артемом Качером. Вопрос от Артема Качера? Ну, Артем Ка, я не знаю. Не знаю, может, Артем Калинин. Кто знает. Я не знаю, ну, тут просто буква. Давайте. Ну, у нас есть своя музыкальная компания, Selfmade Music, и мы начали сотрудничать с новым артистом, которому Артем Качер. Ты открыл лейбл. Давай вот так вот. Ну, так скромненько. Можно так сказать, да. Ну, компания лейбл, да, тоже. И один из артистов новых... И один из артистов новых у нас Артем Качер, которым мы занимаемся, и сейчас активно работаем над его материалом, альбомом. Кто пишет? Ты пишешь или кто? Или есть еще? Поражем совместным авторам. Он тоже пишет, и что-то я пишу, что-то с совместными усилиями. Где-то ищем от других авторов. Ну, то есть мы не привязаны к каким-то... Рамкам. Рамкам, да. Друзья, у нас впереди еще один музыкальный подарок. Вот как раз Артем Ка интересовался. Вот сейчас Артем Качер тоже прозвучит у нас в эфире. Не без джигана. Не без, да. Друзья, композиция ДНК и клип. Смотрим, слушаем. Нам офигенно, по-другому не скажешь, от того, что Арти Касти в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Вы знаете, вторника такое ощущение, что пятница. Вот ребята пришли. Да, офигенно. Офигенно, что ребята пришли просто. Значит, мы посмотрели клип, послушали трек с Артемом Качером, поняли, что он артист нового лейбла, который возглавляет Артик. Ну, не совсем возглавляя, но... Артик вообще босс. Просто даже, видишь, он везет себя. И мы пожелаем боссу, чтобы у него было как можно больше артистов. И денег. Да. Ну, а что? Ну, правда же. Правда? Конечно. Какое творчество это без хорошего вложения. Вы знаете, что я хотела еще у вас спросить? У вас, вот как бы со стороны, когда смотришь ваши работы, у меня такое восприятие, что всегда такое какое-то, ну, нелегкое, но очень классное, вот такое жизнерадостное, что ли, и так далее. Кайфовое. Кайфовое, да. И такое ощущение, что вот у вас между собой такие дружеские, теплые отношения. Вот как в жизни, как вот вам работается? Можете ли вы друг друга, я не знаю, постебать, обидеться, поссориться? Вот какое взаимодействие у вас друг с другом? Ну, постебать — это святое. Серьезно? Ну, просто, если смотришь ваши работы, вообще такое впечатление создается. Кажется, что вы вообще на работе серьезные, а очень такие, прям поддерживающие друг друга. А вот сейчас я на вас смотрю в жизни, вы там можете друг друга и подколоть, и так далее. Это же нормально. Это и значит, что мы можем себе позволить. Просто вот как вы описываете ваши отношения? У нас большая дружная семья. Нам очень повезло вообще с командой, друг с другом, что вот так сложилось. Мы все действительно с семьями дружим, общаемся. Нам приятно работать, потому что мы понимаем друг друга, всегда поддерживаем. И подшучиваем, и подкалываем, и что только не происходило, и в слезах приходило, и чего только не было. Но самое главное, что, знаете, что есть гармония в наших отношениях. Такие близкие по духу люди. Понимание и гармония, мне кажется, самое важное, доверие какое-то должно быть. Даже не какое-то, а абсолютное. Это у нас присутствует, и это самое-самое важное. Мы уж заговорили о близких людях. Есть один человек, который очень близок к Артику. Он сейчас, скорее всего, смотрит, слушает Страну ФМ. Если не занят, это Итан. Расскажи, какая у него... Вы правы. Любимая песня, которую написал Папа. Вот что он подмурлыкивает. По возможности, конечно. Подошли качает. Когда что качает. Ну, я не знаю, какая его любимая, но вот когда неделимый, всегда звучит, он кайфует. Нас уже двое фанатов, как минимум. Давайте скажем, что ему 8 месяцев. Ну, вот будет через 3 дня. Пожелаем ему всего самого-самого хорошего. Маме, конечно, тоже наилучшее пожелание от страны ФМ. Спасибо. Хочешь ли, чтобы он стал артистом-то? Потому что ведь, ну, например... Продюсером, мне кажется. Да. Не, на самом деле, не важно, кем он станет. Главное, чтобы он сам нашел свой путь, то, что ему нравится, и чтобы именно так у него и сложилось. Скажи, будешь ли ты ему советовать стать сначала юристом, а потом уже артистом? Ты получи сначала нормальную специальность. Ну, в этом есть, как бы, свой смысл. Ну, конечно. Ты уже проходил это. Я проходил, я не жалею, и это, как бы, тоже очень важно. Образование и какое-то разностороннее, хотя бы, для общего развития нужно... Ну, и так, чтобы выбрал, да? Иметь видение, да. У нас впереди еще одна работа, которая звучит и играет на телерадиоканале «Страна.ФМ». Называется она «Зачем я тебе?» Вот несколько слов о ней. Хочется услышать от вас, собственно. Чё, классная песня. Классная песня, нам нравится. Это такая песня в виде, скорее всего, эксперимента на нашем альбоме, потому что она немного выбивается из... Общего ритма такого, да? Стилистики. Да, стилистики всего альбома. Но те люди, которые нас слушают, они могли проследить эту тенденцию. И в предыдущем нашем альбоме последним треком была тоже достаточно экспериментальная песня, которая называется «Кто я тебе?». И вот на этом альбоме мы тоже так решили последние песни сделать какой-то эксперимент. Нашлись люди, которым нравится, нашлись, которые критикуют, но в целом, я думаю, неплохие отзывы и фидбэки у этой песни. Новый качёвый звук, ребята. Просто восторг. Давайте посмотрим, послушаем. Артикастик на стороне «ФМ». Не могу смотреть на зеркала, в которых видела нас. Я тебе тогда всё отдала, так почему ты со мной сейчас смогла всё отпустить? Я себе врала, но да, я больше не твоя теперь. Знай только то, что я для тебя жила, пусть не поняла. Зачем я тебе, если ты меня больше не любишь? Если сердце пылает в окне, завтра ты меня, может, забудешь. Так ответ. Зачем я тебе, если ты меня больше не любишь? Мне любовь загорает в окне, завтра ты меня, может, забудешь. Так ответ. Зачем я тебе? 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 Отпусти Зачем я тебе? Если ты меня больше не любишь Если сердце пылает в огне Завтра ты меня, может, забудешь Так ответь Зачем я тебе? Если ты меня больше не любишь И любовь загорает в огне Завтра ты меня, может, забудешь Как ответь Зачем я тебе? Зачем я тебе? Зачем я тебе Зачем я тебе? Зачем я тебе Зачем я тебе Слушайте и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В гостях у нас Артик и Асти. Интересно, вот сколько калорий телеют девушки, которые так роскошно танцуют в этом потрясающем клипе. Вот такой, типа хаос немножко, да? Да. Новый экспериментальный звук. Будем ли дальше мы с этим звуком экспериментировать или еще куда-то в другую сторону пойдет творческая мысль? Артик, расскажи. Да, мы, в принципе, творческие люди. И за любые эксперименты. Но все-таки от нашего стиля отходить далеко не собираемся. Будем делать песни привычные для нас. Но и будем как-то экспериментировать. Но это в виде, скорее всего, как экспериментов отдельно. По поводу стиля. Потому что если мы захотим как-то блеснуть интеллектом, мы как ведущие, и захотим сказать, вот ребята работают в таком-то стиле. Как ты, как продюсер, как автор всего этого. Интерпретируешь. Но ребята работают в стиле артикасти. Молодец. Мы создаем свой стиль. Скромно и со вкусом. Ну, а сами что слушаете? Вот просто как зрители, как слушатели. Что любите? Просто для души в машине. Может быть, сейчас что-то открыли для себя новое. Аудиокнига, например, авгонимая. Я слушаю радио. А, да? Хорошо. Радио. Это продюсер говорит сейчас. Вот. Потому что мне надо следить за тем, что звучит. Тенденции какие, да? Скажи, что любит радио. Что композитор в тебе говорит? Какую музыку душа просит? Рэп. Рэп, да? Рэп. Йоу. Йоу. Анечка, что у тебя? А я слушаю очень много всего разного. Ну, например, из последних. Это я зафанатела очень сильно от группы Years and Years. Йоу. Вот. Мальчик очень талантливый. Он интересно так. У него подача такая вообще космическая. Нереальный. Вот. Он круто поет. У них очень интересная музыка. И вот, например, если вам будет интересно, вы можете послушать песню Sanctify. Очень красивая песня. Рекомендуешь? Вот. Да. Я сейчас слушаю круглосуточно. О, класс. Попало в сердце. Да. Бывает так. Отдыхаешь ты как? Расскажи. Потому что как ты работаешь, мы видим. Сплю. Сплю. В основном-то лучший отдых. Потому что, во-первых, когда ты спишь, ты наконец ни о чем не думаешь. Угу. Тебя вырубает. Во-вторых, конечно же, ну, сна у нас в достатке нет. Угу. И хочется всегда отдохнуть, чтобы вообще соображала у тебя голова, что-то ты мог делать. Энергетика, это все равно, но она отдается. Она должна как-то восстанавливаться. Восполняться в ночь. Лучше всего это спать. Я в последние несколько дней даже просыпаюсь, хочу снова спать. Вот. Но это из-за погоды, на самом деле. Потому что если было бы солнышко, я бы хотела бежать куда-то купаться, радоваться жизни. Сейчас хочется спать. Если у тебя летом будет отпуск, скорее всего, он пройдет где-нибудь... На югах. На берегу моря, да? Ну, его не будет, но мы поедем вот на юг работать, поэтому, возможно, там парочку дней будет искупаться в бассейне. Тот, кто должен был услышать вот это сожаление, он услышал и, возможно, что-нибудь этим летом поменяется. Да, Артем? Да, Артем. Как научиться не бояться, рисковать, пробовать, независимо от того, что скажут? Вот есть уже какое-то свое мнение, такой совет, которым можно поделиться с аудиторией нашей? Ну, как состояться сейчас в музыке? Не бояться, может быть. Как не бояться? Конечно же... Это невозможно. Если ты не боишься, ты не человек. Не бояться, да, и даже те, кто что-то делают, пробуют, по-любому они боятся и переживают, вдруг что-то не получится и так далее. Но все равно делают. Нужно, да, просто перешагнуть и делать. Скажи, пожалуйста, Тём, вот когда вы начинали, да, ну, какое-то количество лет назад и сейчас, проще, да, сейчас выстрелить? Ну, я думаю, сложно сказать, потому что на самом деле это всегда сложно и сейчас очень много, большой поток информации, большой поток музыки и очень тоже сложно в нем выделиться, скажем так. Ну, тренды-то, тренды, что, скажи, сейчас сидят люди, которые сочняют музыку, да. Рэп. Рэп. Долго он еще будет в тренде, как ты считаешь? Долго, да. Ну, а вот то, что некоторые используют элементы музыки 80-х сейчас с рэпом, это... Был с рэпом, это кто? Ну, по-моему, я слышал такое, да. С рэпом не слышал, слышал как... Ну, у басты, по-моему, да, у басты. А, да, у басты, да, мои родители. Но, я думаю, это года три назад было, сейчас уже это тоже отходит. Вася, это уже отходит. Так, будем ждать, что приходит. Ну, наверное, просто слушая ваши треки. Приходит Артик Асти. Да. Друзья, спасибо вам огромное за разговор. Спасибо вам. Мы желаем, чтобы все получилось, чтобы вы реализовали свои клипы новые, видеоработы и альбом завершили. Спасибо. И уже придете к нам с новиночками. Да. Спасибо большое. Спасибо. Дарите позитив. Да. Пусть новые песни будут еще круче, хотя мне кажется, вот сложно это сделать, но я уверен, у вас все получится. Да. Друзья, спасибо. Асти в гостях у страны ФМ, ну, а потом уже в нашем эфире, собственно, постоянно. Ребята, спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.